Привет, друзья! Меня зовут Аня, это мой канал о вязании. Если вы здесь впервые, то добро пожаловать. Но если возвращаетесь снова и снова для того, чтобы посмотреть мои видео, то знайте, что мне это очень приятно. Я сегодня буду рассказывать вам о покупках пряжи и спиц. Пряжа будет бобильная, спицы будут для вязания. Данное видео не спонсировано. Все, что вы здесь увидите, купленное исключительно на моей кровной заработанной, никто мне этого ничего не предоставлял. Сразу переходим к делу. Первая пряжа, естественно, про которую я буду рассказывать, это мой любимый софт Донни Галтвит, одинарный. Метраж у него 380 метров на 100 грамм. Всю информацию о пряже я буду оставлять под видео. В прошлом видео была такая неприятная у меня незадача. Я обещала, что я первым комментарием продублирую все, что было под видео, потому что некоторым не удается найти то, о чем я говорю. Но дело в том, что когда я вставила всю информацию первым комментариям, ссылки удалились. То есть ссылки в комментариях у меня почему-то не работали. А так как самое главное во всем этом ссылки, то мне пришлось его удалить, этот комментарий. Короче, жмите на все подряд под видео, где там написано слово «Еще». Развернуть информацию, просмотреть информацию, какие-то стрелочки вниз. Тыкайте, пока не найдете. Развернется список, там вот первые слова обычно «Я в Инстаграм», «Я на Ravelry». То есть сначала идут мои контактные данные, а потом вот вся информация про то, что я показываю в видео. Все, организационные моменты, значит, закончены. Я все пропишу под видео, оставлю на всех ссылки. Я также буду озвучивать не только информацию о пряжи и там спицах, которые приобрела, но и вкратце рассказывать о магазинах. И в конце видео я обязательно оставлю список магазинов, которые мы все с вами в Инстаграме совместно собрали, на которые были положительные отзывы. Магазины пряжи разные, там вобинные, моточные, без разбивки, но с разбивками по странам. То есть будет список для России, для Украины и для Беларуси. Заскрините себе, если что. Все организационное я уже рассказала, переходим к делам. Мой любимый, конечно же, твит. Я не очень люблю его вязать, но мне очень нравятся изделия, которые из него получаются. Не люблю вязать, потому что он такой коряренький очень в процессе вязания. Значит, первый цвет, который я купила, это вот такой вот жизнерадостный оливковый. Я тут себе прицепила эти ярлычки от пряжи. Этот цвет 5581, у меня его 400 грамм. Вот эти два цвета, это мне Катя маленькие такие моточки положила, клубочки, просто чтобы посмотреть вживую. Вот этот, честно говоря, в клубочке мне вообще не впечатлило, когда я связала образец, постирала, очень понравился. Это цвет 5502. Вот этот такой бурый, это цвет 5585. И вот этот такой вот светло-светло-серый с бежевыми, черными, коричневыми и голубыми вкраплениями 5529. Ссылку на магазин оставлю. К сожалению, сейчас, конечно, у Кати отправлять пряжу возможности нет, но я думаю, что мы все движемся в светлое будущее и скоро все наладится. Следующий магазин, про который я буду рассказывать и про пряжу из него, это магазин Виртуоза Иглы. Я сама живу в Балашихе. Это, если что, примерно 10 километров от Москвы. Вот конкретно тот дом, в котором я живу, находится. И этот магазин, он располагается в Реутове. Это соседний город с Балашихой, с железнодорожным. Там очень хороший ассортимент моточной пряжи и очень хорошие цены. Вот я не мониторю, знаете, вот прямо как некоторые, у некоторых там по 700-800 подписок в инстаграме на все магазины пряжи. Я на такое не готова, я рехнусь от такой ленты. Но у меня есть подружка, которая мне рассказывает про какие-то выгодные предложения. Вот она мне неоднократно говорила про этот магазин. И я там тоже вот покупала пряжу. Мне очень понравился сервис. Это из разряда, знаете, такое ощущение осталось после вкуса, как будто ты к бабушке на пирожки сходил. Вот некоторые магазины, они просто там оперативно работают. Некоторые магазины вежливое общение предоставляют. А тут вот ты себя чувствуешь обласканным ребенком. Цены очень хорошие на моточку. Там немного побинной пряжи. И, наверное, можно где-то и подешевле найти. Но мне вот понравилось, что это близко, быстро по доставке. И, в принципе, адекватно по цене получилось. Значит, единственный минус, который сразу же можно заметить, у них нет оборудования для намотки бобинной пряжи на конусы. Но они об этом предупреждают при телефонном звонке, когда подтверждают заказ. То есть они говорят, что вот вы у нас купили бобинную пряжу, но, к сожалению, мы ее можем только на моталке размотать, потому что только он и мы и располагаем. Поэтому вот получите, распишитесь, либо там 100, либо 130 грамм, говорит, максимум у нас влезет. Я согласилась и вот, собственно, приобрела вот такой вот пряжа. Это Baby Tweet называется. Вот в порядке появления видео вся пряжа будет описана в инфобоксе. Но состав я все-таки озвучивать буду и метраж. Это 50% пух верблюжонка, 20% кашемир, 22% шелк и 8% полиамид. Метраж у нее 300 метров на 100 грамм. Я взяла по 400 грамм каждого цвета. Обязательно фотографии вставлю, потому что, ну, конечно, чего-то как-то не очень на видео это все показывается. Эта пряжа стоила у них 4,40 за 1 грамм. То есть 440 рублей за 100 грамм. Я считаю, замечательная цена за такой состав. Итого на один свитер 1760 с верблюжонком, кашемиром и шелком. И на второй 1760 с верблюжонком, кашемиром и шелком. Вот этот цвет у них называется 08 хаки. Вот этот цвет 07 тайга. Следующая пряжа, которую я там же приобрела. Наверняка у вас сейчас возникли какие-то ассоциации. Сейчас покажу образец ассоциации. Окончательно подтвердятся. Вот так она выглядит после стирки. Это связано на спицах 5,5. Вот этот кусочек. Ой, я сейчас покажу образцы на тот вид, который я убрала в сторону. Ну, и вот так выглядит эйр в мотке. Ну, собственно, вот это оно и есть. Состав там от эйра, вот в накладной, отличается на 2%. То есть, если у эйра состав 65 альпака, 28 полиамид, 7 шерсть, то у них написано, что 9 шерсть, 29 полиамид, 62 альпака. Короче, не вижу вообще никакой разницы. Не считаю, что это каким-то образом может на что-то повлиять. По цене вот это 300 грамм я взяла. Потому что, вот, допустим, вот этого эйра у меня куплено на свитер 6 мотков. Соответственно, я взяла в эквивалентном количестве вот этой пряжи. То есть, 300 грамм. По цене 4,70 за грамм. То есть, 470 рублей за 100 грамм. И мне это обошлось в 1410 рублей. Соответственно, если мы рассматриваем эйр, я говорю, я не особо искушенна в плане пряжных магазинов человек. Самая низкая цена, по которой мне удавалось когда-либо купить эйр, была, по-моему, 290 рублей. Сейчас самая низкая цена, которую я видела, была 300 рублей. Вот конкретно, конечно, сегодня я уже не знаю с этим курсом, что сейчас вообще происходит. Но, допустим, берем по 310, это 1860 рублей за 6 мотков, за 300 грамм. А здесь 1410. И я нашла, опс, самозванка. Я нашла там дождик. Ради интереса взяла там до кучи дождик. И он на конусе, потому что я его взяла в 0, 47 грамм. Это примерно 400 метров, если переводить в метры. Обошлось мне это в 90 рублей. Артикул этот называется Джеки. И это ровно та нитка, которая в комете от Лана Гросса. Вот они, эти коконы. Золотые и серебристые. То есть я могу это добавить туда, куда я хочу, а не к шее. И при этом будет и сорока моя внутренняя рада, и шея моя нежная тоже. Будет удовлетворена отношением и заботой. И образец-то на твит. Вот так вот он выглядит. Это связано на спицах номер 5. Не номер 5, а 5 миллиметров. То есть здесь крапинки все одного цвета. И они светлее основного тона пряжи. Она не колючая, не супер мягкая. Приятная такая, в принципе, пряжа. Ссылку оставлю на сам магазин. На пряжу, наверное, не оставлю, потому что смысла не вижу. Зайдете просто в магазин и посмотрите, что вас интересует. Я думаю, что если вы тоже не особо искушенный в плане пряжных магазинов человек, то вы порадуетесь тем вариантом, который там сможете найти. Следующая пряжа и следующий магазин. Это вот такая вот пряжа. Да, очень такая оптимистичная, жизнерадостная. Она, не знаю, как будет на видео показываться. Что-то вообще какой-то лютый контраст, конечно. Но я думаю, что... Нет, врет, наверное, видео. Короче говоря, это такой салатовый текстовый делитель. Только чуть-чуть бледнее. Вот что-то такое. Это стопроцентный Кашемир Корс Хэр. Я, к сожалению, все время забываю производителя. Лора Пьяна, наверное. Но все время я путаю вот этих производителей Кашемира, поэтому не буду врать. Под видео все будет написано. Здесь метраж 550 метров на 100 грамм. Я взяла 250 грамм. Так как я покупала это вживую, и вот мне отматывали в магазине, тут конус неродной. У меня, к сожалению, нету этикетки, чтобы я вам сказала производителя, собственно. Значит, я не располагаю никакой накладной и так далее, потому что... Ну вот я купила и забыла, сколько оно стоит. Наверное, это избавление от травмирующих воспоминаний. Ну, не дешевая пряжа, но стопроцентный Кашемир Кардный. Значит, покупала я его в Мытищах, вживую в магазине Фильдемонде. Про этот магазин могу сказать, что это абсолютно нормальный такой магазин. Я там никогда не покупала онлайн, потому что я несколько лет жила в Мытищах. У меня был доступ, я могла туда как бы вот вживую приехать, все посмотреть, потрогать. И зачем мне, собственно, платить за доставку, что-то там гадать по интернету и так далее. Ну, что могу сказать про цены, что, конечно, вы с легкостью найдете те же артикулы дешевле. Поэтому, наверное, это хороший вариант, вот этот магазин для тех, кто именно живет в Мытищах или где-то рядом, или кому несложно доехать, или там близко доехать до Мытищ. И это находится, по-моему, Терешковый 1 или Терешковый 1А там адрес. Посмотреть вживую, потому что, конечно, через интернет можно найти дешевле. За те же абсолютно артикулы цена будет пониже. Собственно, я в этом убеждалась неоднократно. Но вот суть в том, что вот у меня есть 250 грамм такого кашемира. Я хотела связать свитер-гладью на спицах 2,5, но, как оказалось, поворотные ряды конкретно на этой пряже, на спицах 2,5, очень сильно по плотности отличаются от кругового вязания из этой пряжи на спицах 2,5, в моем конкретном случае. Поэтому я вот это, то, что я тут начала, буду распускать. Уже даже и не знаю, то ли мне вязать поворотными рядами сшивное изделие на 2,5, то ли мне вязать круговую, но на 2,75. Но суть в том, что круговую на 2,5 точно не мой вариант, потому что просто некуда будет этому пуху потом одеваться. Слишком плотно получается, да еще как-то страшненько. Конечно, вот эта покупка, это была спонтанная абсолютно покупка. Я ехала туда совершенно с другим. Когда я зашла, я увидела этот образец, я пропала. Это вот абсолютно нерациональное было приобретение. Я не говорю, что я недовольна или разочарована, или что-то у меня появилось потом из-за разряда, ой, зачем я это купила, нет. Но это было реально очень импульсивно, потому что я увидела этот образец. Это кардный кашемир в наитипичнейшем его лучшем проявлении. То есть он очень пушистый, очень мягкий. И образец, конечно, показывал во всей красе то, что будет со свитером. То есть его там, видимо, неоднократно все трогали, жмакали и так далее, потому что он был очень-очень пушистый и очень-очень такой потрепанный. И у него были, я бы даже сказала, не катышки, а сгустки такие пуха. И они очень легко снимались руками. И то есть это привести все в человеческий вид не составляет абсолютно никакого труда, но невероятные мягкости пряжи. Вот. Корсхейр это называется. Причем она бывает разных метражей, можно ли так сказать, не знаю. Вот этот 550. Я видела, по-моему, еще типа 700 рублей. 700 метров на 100 грамм. Но этот 550. А еще давным-давно я в том магазине приобретала тоже вот фельдемонт в мытищах, все, когда там жила. Вот такую вот пряжу ноунейм кашемир с шелком. Вот так вот она разваливается. И я забрала весь остаток на бобине без названия, без метража, на конусе точнее. И наивно предположила, что мне этой пряжи хватит для вязания свитера в две нити. На глаз могу сказать, что вот так выглядит эта нитка. Это ровница. Кашемировый такой епух и шелковый блеск. То есть тут уж сомнений по составу не возникает. Очень мягкая, очень приятная, но это реально просто котеночек какой-то. Могу сказать, что, конечно, вот это вот незнание метража, оно меня очень сильно подставило, потому что я предполагала, что мне хватит на свитер. Но тут прямо все один к одному сложилось, потому что, во-первых, вот мне нравится вот такое полотно по плотности. Вот так оно выглядит, но оно не прозрачное на самом деле. Вот так вот, если смотреть. То есть рука вот вживую вообще никак не просвечивается. Ну никак. Но при такой плотности полотна оно слишком струящееся и просто невероятно ползет во все стороны. поэтому я здесь перевязывала плечевые скосы, просто избавившись от них, по прямой закончила в результате плечи. Вот таким вот образом я это все закрыла. Меня это почему-то каждый раз тревожит, но это, знаете, у кого какие бзики? Вот у меня бзики насчет плечевых скосов. Мне кажется, как-то вот горловинные плечевые скосы прям вот они выдают, когда что-то вот не так. Потому что, наверное, мы смотрим на лицо человека и видим в первую очередь то, что вот вокруг лица у него, вокруг лица у него плечевые скосы и горловина. Так вот, не хватило мне пряжи, при том, что вот я не довязала даже рукава и горловину, потому что я поняла, что ну вот не хватает, вот все, что у меня осталось. Я уже не помню, сколько это весит, сколько это весит. Ну, короче, пряжи мало было. Буду распускать. Я это поняла давно. Вот осенью, мне кажется, я вот это довязала, может быть, в сентябре. И стала я искать подмот к этой пряже, чтобы использовать одну нить вот этой пряжи и какую-то другую. Я хотела кардный меринос. Вот именно для стабильности полотна какой-то. И поняла, что очень сложно, особенно по интернету, подобрать в тон, потому что цвет здесь такой вот очень специфический, кажется, ну серый и серый, но он такой стальной. Это были долгие вечера поисков пряжи по всяким разным интернет-магазинам. И вот, наконец, я поймала пряжу Светнит. Это интернет-магазин, который тоже располагается в Москве. Я там неоднократно покупала пряжу. Мне очень нравится у них ценный ассортимент. Я не скажу, что он какой-то огромный, но когда у них только что-то вот поступает, то есть когда приходит пряжа, там выбор очень хороший. И цены там хорошие. Я решила, что сделать в результате. Я решила, что вероятность попасть в цвет настолько мала, что нужно просто сделать меланж. То есть взять не одну нить, а несколько других нитей, серых цветов в разных оттенках, а вось они совпадут. Ну не совпадут, будет меланж, но хотя бы одного цвета. И набрала я. Сейчас вам покажу, чего. Первое. Вот такое. Это оно же. Это вот два цвета, одно и то же пряжа. Потом еще вот такое взяла. Потом еще взяла вот такое. И вот такое. Почему так много? Потому что я долго там пыталась что-то вычислить и поняла, что нужно взять вот столько всего. Если что-то из этих цветов мне не подойдет сюда, чтобы я могла смиксовать их с другими цветами и связать тоже свитерами не хватило. В общей сложности здесь килограмм. То есть каждого вида, а здесь пять видов пряжи, я взяла по 200 грамм. Но одна пряжа, вот эта, по-моему, я взяла остаток, тут 230 грамм. Да. Значит, по порядку. Когда я достала вот эту вот пряжу из коробки, когда мне ее привезли, я поняла, что вот. Прямо замечательно все будет это вместе. Прямо шикарно. И я поняла, что вот эти два вида пряжи я буду сочетать с вот этой пряжей и у меня получится однотонный нормальный свитер абсолютно. Значит, что вот это за пряжа? Это 100% меринос, как раз таки, как я поняла, кардный, когда я покупала, потому что я искала именно кардный меринос. Мелифили Лори. Здесь метраж 1500 метров на 100 грамм. Каждой пряжи я взяла по 200. И они так заботливо мне все связали, чтобы я не запуталась в этих цветах. Я пока не знаю, сколько нитей, какой пряжи я буду использовать. Я хочу примерно вот такой же толщины полотно. То есть, может быть, одну эту, одну эту, одну эту. Посмотрим. Не знаю. Это масса вариантов тут, как можно это все скомбинировать. И мне даже как-то азартно все это, значит, дело попробовать будет. Вот таким вот образом я решила сочетать. Вот это 100% кардный меринос, а вот это Кашлан Голд. Кашлан Голд. Что это у нас за пряжа? Сейчас накладную посмотрю. Написано меринос с кашемиром. Вот эта пряжа стоила 3,90 за 1 грамм. А вот эта пряжа, это 100% меринос, она стоила 2,30 за 1 грамм. Да, можно найти, конечно, подешевле. Тут уж, знаете, нет предела. Но посмотрите, как замечательно они все сочетаются. И вот это явно будет что-то пушистое. Оно даже чем-то на джелонг похоже вот так вот в бобине. Не знаю. Ну, я надеюсь, что вот это вот все у меня наконец сложится в одну какую-то замечательную картину. И я наконец закончу этот свитер. Наконец-то все, проблема решена. Осталось только вот это вот распустить. Я запаслась картонными втулками от бумажных полотенец, потому что, когда я решила, что надо вот это распускать, мне не было свободных конусов. Сейчас они у меня уже есть. Я стала собирать втулки от бумажных полотенец. У нас в Балашихе, знаете ли, месторождение втулок. И, значит, вторая часть у меня тоже замечательно вся сочетается между собой. Очень удачно все это получилось. И это будет другой уже свитер. И мне 100% хватит. Я даже не знаю. Тут, конечно, надо смотреть по образцам, что это получается. Но суть в том, что это 600 грамм. Это прям ого-го. У меня на свитер обычно 300 грамм уходит. Но разные пряжи по-разному. Значит, вот эти два вида пряжи, это одна и та же пряжа в разных оттенках. Немного, вряд ли, конечно, на моем телефоне это все хорошо отснимется. Это называется Бота Пуала Тудей. Меринос с кашемиром. По-моему, это 90 на 10. Да. 90% меринос, 10 кашемир, 2400 метров на 100 грамм. Вот это вот все. Это все вот такая пряжа. А вот эта пряжа это Папи Фабио Эко Мануэль. 100% кашемир, 1400 метров на 100 грамм. И вот я ее забрала в ноль. Здесь 230 грамм. Представляете, вот я же это все за один день, даже не за одну неделю, даже не за один месяц покупала. И, конечно, сейчас я на все это смотрю и думаю, ну я и магнат. А, ну про магазин Светнит, что могу сказать? Я им очень довольна в отношении того, что они всегда предупреждают, когда я там что-то покупаю ровничного типа при денье, что вот такая-то пряжа косит в полотне. Вы точно ее будете брать? То есть, мне кажется, это очень важно, когда продавцы как-то вот на берегу решают, все предупреждают и оставляют какое-то пространство для маневров. То есть, ты можешь выбрать либо что-то другое, либо отказаться от заказа. То есть, никто тебе просто так не берет и не посылает то, что тебя может разочаровать. Давайте, наконец, я про спицы расскажу. Вот это я купила вместе вот с этим по случаю, когда увидела, потому что мои спицы, на которых я вяжу носки на Magic Club Чаугу. Ну, у меня такой не очень приятный опыт случился именно с маленьким набором вот этих вот малюсеньких, тонких спиц. У меня Interchangeable, которые вот эти вот отстегивающиеся лески, пристегивающиеся спицы, накручивающиеся. Видимо, для моего какого-то жестокого хвата эти спицы не подходят. У меня уже две спицы сломалось. Когда я держу спицу, у меня вот здесь упирается как раз место соединения лески и спицы в палец. Видимо, я сгибаю в этом месте и они у меня ломаются, то есть резьба сама остается в леске, спицы отваливаются. Уже очень-очень кривые в этом месте последние мои оставшиеся в живых спицы из этого набора. И я на замену решила приобрести себе какие-то другие спицы, не Чаугу. Была у меня сначала, конечно, мысль купить Чаугу отдельно, то есть неразъемные. Но как-то, когда я искала, мне не подвернулось никаких вариантов, которые были бы адекватными для меня. То есть это была либо какая-то очень дорогая доставка, либо вроде доставка тут какая-то недорогая, но спицы сами дорогие. То есть я прекрасно понимала, что мне в любом случае придется раскошелиться на спицы, но еще доплачивать за доставку, когда ты покупаешь только одни спицы, это очень-очень давит мне на психику. Поэтому я вот вместе с этой пряжей купила там в мытищах вот эти вот спицы. Это Одиновел с такими пупырышками. Два с половиной миллиметра для вязания носков. У меня тут я свои положила еще сюда. Неразъемные. Это неразъемные спицы. И в принципе они мне понравились. У них есть какой-то тут небольшой грешок с переходом у одной спицы, но есть два других фактора, которые все-таки заставили меня их убрать обратно в упаковку. Дело в том, что у меня плотность на этих спицах два с половиной очень сильно отличается от плотности на спицах два с половиной от Чаугу. Я не знаю, то ли это связано с вот этим вот сечением, квадрате это какая-то другая там в результате получается по периметру длина петли. Там много теорий мирового заговора про эти квадратные спицы, но суть в том, что у меня просто получается слишком рыхлое полотно для стандартной носочной пряжи. И еще, конечно, когда ты вяжешь долго на спицах Чаугу, ты становишься крайне избалованным человеком в отношении лески. Не то, чтобы меня вот эта леска сильно раздражала, но у меня уже руки заточены под те спицы, и у меня очень сильно растягивались петли. Я пыталась вязать на них носки, в результате я этот носок почти готовый распустила, потому что были борозды. В тех местах, где была вытянута леска, то есть две такие борозды шли, это раз, и во-вторых, само полотно получилось очень рыхлое. Надо было мне об этом подумать раньше и как-то посмотреть спицы 2,25, а не 2,5, но это все равно не решило бы проблему с леской. Но вот, допустим, вязать что-то поворотными рядами или по кругу на них, я думаю, что можно абсолютно нормально. То есть, не знаю, мне спицы понравились. Кончики у них в меру острые, то есть не тупые, как обычно у Ади для меня, у неразъемных спиц. То есть, такие больше похожие на лейс-типс их. Хороший, но, конечно, цена. Сейчас я иногда, конечно, в шоке пребываю. 675 рублей вот я их купила. Ну, дальше больше. Значит, на этом я не остановилась. Я продолжала вязать, значит, носки. Спицы продолжали все сильнее и сильнее гнуться. Хотела их сейчас их найти, показать вам. Не могу найти вот Чаугу, чтобы рассказать, в чем именно проблема. В результате, чем все закончилось? Опять легкая предыстория. когда мы тестировали носки с девочками, мои носки Unisox, которые описание вышло, одна из девочек-тестеров в один момент сказала, что вот, а как мне вот это сделать? Я говорю, ну, вот просто леску передвинь, она говорит, а я вяжу не на Magic Club, я вяжу на Adi Crazy Trio. Я пыталась понять как-то в теории, как это сделать на таких спицах, но у меня голова так и не работает. Мне надо вот в руки взять, чтобы понять, что нужно сделать. То есть я как-то вот на месте должна сориентироваться. Я так сидела-сидела и как-то думаю, ну да, это же не Magic Club, там леску не вытащишь и не чулочные спицы, это по-другому, там всего две спицы, третий вяжешь. Короче, я поняла, что единственный вариант мне понять, как это работает, это купить такие спицы и повязать на них самой, чтобы я могла ответить любому человеку, который задаст мне вопрос по моему описанию. Вот, допустим, будет он вязать на этих спицах, и я ему смогу помочь и дать ответ, как там переместить петли, если он сам что-то там запутается. Я искала спицы хая-хая, потому что Adi Crazy Trio, я поняла, что я не буду их покупать, потому что у них тупые кончики, я не буду просто пользоваться этими спицами, а спицы эти все, которые вот эти по три штуки, они очень дорогие. И я нашла у Вали Суходол в магазине вот эти хая-хая спицы, три штучки, сейчас покажу, о чем идет речь. Они называются Flyers, это вот такие вот спицы, то есть это, если вы вдруг не видели, вот такое вот извращение, да простят меня все. просто я, я правда не понимаю, зачем такие спицы, если есть Magic Loop, если есть чулочные. Я попробовала на них вязать, у меня получился очень некрасивый носок, я его распустила, но вязать на них можно, мне единственное, очень неудобно вязать на них пятку поворотными рядами, то есть, если по кругу я еще более-менее, то когда нужно что-то поворотными рядами, у меня просто какой-то психоз начинается, потому что мне крайне неудобно. Вот такие вот кончики у этих спиц. У Haya-Haya несколько видов кончиков, наверняка вы про это слышали. Есть просто вот стил у них серия, то есть сталь, да, переводится, а есть шарп. Вот это просто стил. Я хотела вообще шарп приобрести, потому что я люблю спицы с острыми кончиками, но взяла такие, потому что времени не было ждать, а у Вали в наличии вот эти Flyers два с половиной миллиметра были только такие. У них у шарпа голубенькая леска, а у этих зеленая леска. И что я вам хочу сказать, какое счастье, что я не взяла шарп. Вот у этих спиц кончики очень похожи на чоугу, то есть для меня они комфортные, вот эти кончики. Ну и я там до кучи, так как вот с этим вот у меня случилось разочарование, с Адди вот этими, с пупырками. Там взяла спицы нормальные вот, такие, без всяких пупырышек, просто на леске. И вот это как раз из серии Sharp. Сейчас я вам покажу кончик. Хоть бы она сфокусировалась нормально. Короче, это реально очень острые спицы. Они не просто вот называются острыми, они действительно острые. Я на них связала два носка, и у меня там, честно говоря, такая корявая гладь, потому что мне было очень непривычно. Я не хочу сказать, что вот эти спицы плохие или вот эти спицы плохие. Ко всему можно привыкнуть, и всем можно вязать красиво, хорошо и так далее. Но когда у тебя есть выбор, и когда у тебя уже, конечно, есть там либо чулочный, либо Magic Loop, то покупать вот такие спицы. Цену не сказала. Сейчас скажу. У меня тут я все специально сохранила. Это дорогие спицы. Я была в шоке, честно говоря, когда увидела. Вот эти три спицы стоят 1350 рублей. Вот. Думайте сами, что можно за 1350 рублей купить. Но я буду на них вязать. У меня, конечно, носочных спиц, как у дураков-фантиков. Но вот, допустим, вязать на них гладью можно абсолютно спокойно. Но единственное, нужно подумать, какую пятку я могу на таких спицах вязать, чтобы не нервничать, чтобы мне было комфортно. Так вот. Вот эти спицы Sharp я взяла. Лучше бы я, конечно, взяла вот такие кончики, чем вот эти Sharp. Уж больно они острые. И я взяла разъемные спицы. Хотя, честно говоря, хотела не разъемные, потому что мне, в принципе, я не собираюсь ничего тут менять. Вообще марка сама High High, она для меня новая. Я пыталась разобраться, начала там путаться. У них, оказывается, столько много разных видов спиц. И в результате я просто взяла... Короче, суть в том, что мне нужна вот такая короткая леска. Я вяжу Magic Loop'ом один носок. Я не вяжу два носка Magic Loop'ом. Мне неудобно. Но это просто вкусовщина. Мне не нравится. И вот неразъемные два с половиной были только вот с какой-то длинной леской. А мне нужна была вот такая. Поэтому я купила все-таки отдельно леску, потому что я не знаю, это не точно то, что я сейчас скажу. Но мне кажется, как я поняла, у них нет почему-то неразъемных спиц вот такой длины на такой леске. Может быть, просто я нигде не нашла. Не знаю. Короче, суть в том, что в результате я заказала отдельно леску и отдельно спицы. И я думаю, что вот этими спицами я пропользуюсь до гробовой доски. Мне хочется в это верить, потому что у них кардинально отличается система крепления спицы и лески. Я постараюсь вам показать самое важное. Вот у Чаугу вот до сих пор накручивается гильза. Ну вот эта вот штучка от лески, она накручивается ровно на резьбу. И, соответственно, здесь очень тонкое соединение. Оно у меня, собственно, гнется и ломается. А у Хая-Хая накручивается вот до этого места. То есть еще вот такая вот втулка металлическая есть. И вот эта втулка заходит в эту гильзу. И, соответственно, здесь уже повышенное такое сопротивление идет. И погнуть спицу, я думаю, будет крайне сложно. Даже при моем мертвом хвате. Это первое, что я хочу сказать. Ну, кончики, конечно, очень острые, очень. И второе, я только спустя первый носок обнаружила, что спица крутится вокруг лески. Вот видите, кружочек по центру. Вот здесь вот. Сейчас на просвет видно. Я кручу спицу, а леска остается на месте. Я сначала думала, мне все время казалось, что у меня откручивается спица от лески. От вот этого. Потому что я же вижу, что леска не вращается, а спица крутится. Я все время паниковала и проверяла, не открутилась ли у меня спица. Потом только поняла, что вот так вот. Я думаю, что когда я приноровлюсь к этим спицам, я буду ими очень довольна. Но пока они для меня очень острые. То есть это нужно просто привыкнуть к определенной новой моторике движения. Но я надеюсь, что больше я спицу покупать не буду. Вот это тоже такая покупочка, знаете ли, небюджетная. Сейчас скажу. Сами спицы 2,5 миллиметра, 13 сантиметров. 650 рублей. А леска 400 рублей. Итого 1050 рублей. Вот просто вот так вот. А я говорила, что 675 это много. Ну и до кучи я купила вот такие спицы. Это спицы 30 сантиметров. Вот шапку, не знаю, как вы, я все шапки вяжу на сороковках, а вот это 30 сантиметров. Я надеюсь на этом вязать рукава автовидовых свитеров. Но в принципе я часто вяжу на спицах 3,5. Это мой любимый размер для свитеров. И я надеюсь, что я смогу на этом вязать свитера по кругу, потому что я очень страдаю при вязании Magic Loop свитеров. Я ненавижу вязать рукава именно потому, что у меня не любовь к рукавам на Magic Loop. Я и носки, если узор позволяет, вяжу всегда на чулочных спицах. То есть на Magic Loop я вяжу носки с узором, чтобы с одной спицы там на другую петлю не гонять. Конечно, намного быстрее, удобнее связать на Magic Loop. А вот когда просто там какие-то носки там, не знаю, резинкой, еще чем-то, каким-то простеньким узором, я их всегда вяжу на чулочных спицах. Очень люблю свои чулочные карбоновые спицы. Ну, теперь у меня есть вот такая вот финтифлюшка. И я так попробовала, вязать не пробовала. Вот на всем этом я вязала, а на этих я не пробовала, потому что еще не вязала таких свитеров. Но вот так смотрю, что оно как раз закруглением под мою руку нормально ложится. То есть у меня как раз вот этот упор идет вот сюда. У меня рука не маленькая, если что. Вот именно ладошка такая загребущая. Вот. И вот это стоило 650 рублей. Вот это вот все. То есть три вида вот этих спиц. Вот эти, вот эти и вот эти. Эти убираем. Мне обошлись. Вы какие они хорошенькие все, конечно. В 3050 рублей. 650, 1050, 1350 рублей. Все вместе 3050 рублей. Доставили очень быстро с ДЭКом. И я не знаю, повезло мне или нет. То есть у меня заказ сформирован вот 5 марта. Вы понимаете, там дальше были вот эти праздничные дни, какие-то выходные. И по-моему, 9-го мне его и доставили. Или 9-го был не рабочий день, 10-го мне его доставили. Я курьером домой с ДЭКом выбирала доставку. То есть реально быстро доставили. Ну, соответственно, они быстро отправили для того, чтобы его быстро доставили. Вот. Очень много всего, наверное, рассказала, показала. Не знаю, как это буду монтировать. Сейчас ставлю вот здесь вот список магазинов, которые мы собрали в Инстаграме всем честным народом. Извелаю вас делиться в комментариях вашими любимыми магазинами. Спасибо, что были со мной. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok